Как отметил Влад Бетрынча, сегодня Конституционный суд, который должен стоять на страже закона, напротив, принимает политические решения. Возвращаемся к практикам периода захваченного государства, когда предпринимались попытки подменить парламент Конституционным судом. К сожалению, констатируем, что Конституционный суд трансформировался в политическую биту отдельных политических партий. Депутат ПСРМ также подчеркнул, что закон о функционировании языков, одобренный парламентом в конце прошлого года, был разработан в соответствии с рекомендациями международных институтов. В 2018 году тот же Конституционный суд в другом составе объявил неконституционным закон о функционировании языков. С 2018 года Молдова осталась без лингвистического законодательства. Что сделал парламент, так это разработал закон, устранивший пробелы, на который указал Конституционный суд в 2018 году. Закон, разработанный в соответствии с рекомендациями международных институтов, ООН, Совета Европы, этот закон гарантирует фундаментальные права граждан. Влад Батрынча подчеркнул, теперь фракция ПСРМ намерена зарегистрировать новую законодательную инициативу о функционировании языков Молдови, и социалисты будут настаивать, чтобы законопроект был рассмотрен парламентом в самое ближайшее время. Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский напомнил, что после признания в 2018 году Конституционным судом закона о функционировании языков устаревшим, эксперты Организации объединенных наций квалифицировали это решение как сомнительное. Мы обратимся к международным партнерам относительно создавшейся ситуации и рисков. Проанализируем обращение к венецианской комиссии, чтобы прояснить эти вещи. В 2018 году было решение Конституционного суда, которое перешло все красные линии. История повторяется. Также в ходе брифингов Фадей Нагачевский выразил возмущение недавними заявлениями советника Майя Санду Аллы Немеренко, которые, по его словам, содержат элементы шовинизма. Он заявил, что в качестве исполняющего обязанности министра юстиции намерен обратиться в посольство, извиниться перед этими этническими группами, которым советник президента нанесла оскорбление. Напомним, после решения Конституционного суда 21 января советница Майя Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко на своей странице в соцсети весьма нелестно отозвалась об армянах, азербайджанцах, русских, белорусах и представителях других национальных меньшинств только за то, что они говорят на русском языке. Муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов, также принявший участие в брифинге, заявил, что отмена закона о языках – это унижение для этнических групп, проживающих в Молдове. Мы видим никакой толерантности по отношению к национальным меньшинствам, нет. Наоборот, вбивается клин. Все предвыборные обещания нарушаются. У них абсолютно толерантность только к одному меньшинству, который махает разноцветным флагом. Советник от фракции ПСРМ выразил недоумение, как после всего этого власти собираются общаться, например, с представителями Гагаузии или с жителями Бельц, как намерены, например, решать проблему приднестровского урегулирования. Он сообщил, что на будущей неделе будет проведен протест у здания Конституционного суда, чтобы показать, что представителям национальных меньшинств нельзя плевать в душу. Ольга Дзитковская, Евгений Гуменюк, Акчен ТВ.